Всем привет! Меня зовут Надя. Я продакт-дизайнер из компании Кабидатум. Возможно, кто-то когда-нибудь из вас на просторах интернета и каких-то других ивентов слышал об этой компании. Мы довольно маленькие ребята. Мы занимаемся исследованиями города, консалтингом, дата-аналитикой. И еще мы разрабатываем софт, который позволяет визуализировать и анализировать данные, различные данные. Сегодня мы с вами немножко поговорим о времени, о том, как его увидеть в пространстве городских данных и самое интересное, зачем вообще его пытаться увидеть. Начну с того, что принято думать, что город – это только пространство. Какие-то среднестатистические городские исследования, они вводятся к тому, что люди используют данные, которые по большей части представляют у себя харт-вэр городской среды. Какие-то транспортные инфраструктура, городские объекты, городские зоны. Именно что-то такое лежит в основе этих исследований. Или какие-то статистические данные, которые не совсем идеальны по той простой причине, что они довольно редко обновляются и долго процессятся. И на тот момент, как вы получаете информацию, какие-то статистические данные, они уже фактически устаревают и, в общем, сложно. Но вот с этими данными, которые по пространству, мы уже довольно хорошо научились работать. Те же геоинформационные системы прекрасно предоставляют функционал для того, чтобы через эти данные о городе извлекать какие-то знания и принимать какие-то решения. Но у нас все еще довольно слабо обстоят дела с тем, чтобы смотреть на город через новые типы данных. Что я подразумеваю под этими новыми типами данных? Это так называемые цифровые следы, которые мы с вами генерируем ровно каждую секунду. Это любая наша деятельность в виртуальном пространстве. Ваши покупки, ваши звонки, ваши посты в социальных сетях, мнения, которые вы оставляете на просторах каких-нибудь сервисов и прочее, прочее. И все эти типы данных объединяют два свойства. Во-первых, они непрерывно генерируются, то есть это вообще никогда не прекращающийся процесс. И второе, это огромный объем этих данных, потому что ровно каждый из нас всю эту информацию производит. Эти данные мы в нашей компании называем спонтанные. И на самом деле они дают понимание, возможно, самого важного о городе, о том, чем живут жители этого города. Через эти данные мы можем попробовать исследовать, например, мобильность горожан. Или посмотреть, каково ментальное городское пространство. Или понять что-то о недоиспользованности городского пространства. И многое-многое другое. И получается, что город на самом деле это не только точка в пространстве. Это еще, как здесь красиво написано, драма во времени. И вообще процесс городского планирования, он довольно такой фундаментальный и долгосрочный. Потому что города, они объектируются на целые десятилетия. И на самом деле очень сложно современный город планировать в таких масштабах. Потому что, как я уже сказала, он меняется ровно каждую секунду. И эти темпы, они очень серьезно растут. Но в них заложен довольно большой потенциал. Почему-то не проигрывается. Валинация. Ладно. Да, в них заложен довольно большой потенциал. Потому что такие данные, они позволяют увидеть изменения городского пространства. Практически в режиме реального времени. А если не в режиме реального времени, то как минимум с довольно регулярными обновлениями. И это может очень серьезно повлиять на вообще процесс проектирования. Привести к какой-то глобальной перестройке этого процесса проектирования. У нас может появиться возможность сделать проектирование городов более каким-то адаптивным, гибким. Подстраивающимся под изменяющиеся партнерные поведения его жителей. Под их привычки. И прочее, прочее. Вообще, есть довольно много агентов влияния, которые в таких данных и в такой информации заинтересованы. Потому что очень важно понимать, как развивать свой бизнес. Где его там лучше располагать. И как извлечь из этого гораздо больше выгоды, чем ты это делаешь сейчас. И мы в нашей компании постоянно сталкиваемся с анализом городской среды. И практически всегда мы имеем дело с данными, которые изменяются во времени. Для нас это стало чем-то вроде такого стандарта. Потому что мы пытаемся уйти от анализа каких-то статичных срезов города. К анализу процессов, которые в нем происходят. Уйти от рассмотрения города только в пространстве. К рассмотрению города в пространстве времени. И вот здесь один из примеров. Начну с того, что мы прошли некий путь эволюции. В том, как мы пытались это время вообще в принципе показать. Визуализировать. И вот это одна из первых работ. Здесь мы пытались понять, как перемещаются москвичи. Это данные мобильного оператора за 6 часов одного дня. Тут, конечно, очень все медленно движется. Но, в общем, мы построили некие усредненные траектории, которые позволяют увидеть тренды и сделать из этого всего какие-то выводы. Другой довольно популярный тип визуализации времени – это представление изменений города с помощью последовательных таких срезов. То есть мы получаем за каждый момент времени мы получаем отдельную карту, которая показывает происходящее в этой городской среде. И, соответственно, проигрывая одну за одной карты, мы можем увидеть, собственно, динамику какой-то данных. И это круто, но здесь тоже есть определенные проблемы. Анализировать в таком виде данные довольно сложно, потому что, получается, мы не видим как такового тренда. Для того, чтобы вообще хоть что-то понять, нам нужно запомнить состояние города в точке А, запомнить состояние города в точке Б, затем их каким-то образом сравнить. И вот эти потери в аналитической ценности, они получаются довольно серьезными. И к чему мы пришли? Мы решили, что время нужно просто развернуть, как такой китайский фонарик, и поместить его по оси Z. И получается, что ту последовательность временных слайсов, которые мы видели на предыдущем изображении, мы сейчас видим как бы неги и е, которые они составляют в пространстве и времени. И это очень здорово. Что-то подобное мы сделали для средних, например, и суммарных значений. Вот эти вот шутковины, они называются временные кебабы. И временной кебаб показывает распределение какой-то активности или концентрации в течение всего дня. И в частности здесь они представлены по каким-то районам или городским зонам. Но по сути это очень две такие похожие истории. И вот эта сглаженная поверхность, которая называется метабол, она, кажется, решает некоторые озвученные мной проблемы. Потому что мы видим вот этот вот рельеф пространственно-временных изменений. Но по сути этот связь представляет из себя шейп, который описывает набор точек. И в этом шипе только одно значение. Соответственно, если мы хотим рассмотреть какой-то из этих метаболов и понять, что происходит внутри, как там изменяется активность и прочее, это сделать просто нельзя. И мы пришли к тому, что разработали приложение, которое позволяет анализировать и визуализировать данные в пространстве и времени, которое называется Enchronic. Это приложение доступно в деле. То есть оно не требует никаких установок. И все, что вам по большому счету нужно, это иметь просто выход в интернет. И, в общем-то, все. Мы, как я сказала, решили взять последовательность вот этих временных срезов, про которые я рассказывала, и поместить их, просто развернуть по оси Z. И получается такая интересная штука, которая сочетает в себе и пространственные данные, и эти карты, и вот эти временные ряды, которые мы, собственно, и хотим анализировать. Мы получили такой пространственно-временной пул. То есть мы взяли тот рой точек, который мы обычно, допустим, наблюдаем, который мы обычно можем там загрузить в кисах, рой точек с какой-то временной, с какими-то временными данными, и получается, что этот рой точек из плоскости, он как бы образовал такой пространственно-временной пул. Но что дальше делать с этим рой точек внутри куба? Их нужно все равно каким-то образом админировать. И мы разбили этот куб на такие ячейки. Они называются воксели. Это как пиксель, только в трехмерном пространстве. И размер этих ячейок может быть совершенно разным. Минимальная величина ячейки в пространстве – это метр и так далее. Минимальная высота вот этой ячейки, которая обозначает длительность вот этого временного слайса от пяти минут до нескольких десятилетий, в зависимости от того, какое, условно говоря, разрешение у ваших данных. И для визуализации этих данных мы использовали метод, который очень широко распространен в науке и медицине. Это метод томографии. Вы все с ним наверняка так или иначе сталкивались. Врач может рассматривать разные ткани по плотности. Например, полые органы, отдельно кости, отдельно мягкие ткани. И точно так же мы можем фильтровать наши данные по плотности, как врачи. Что вообще является показателем плотности в нашем случае? В нашем случае плотностью является как раз значение ячейка. То есть чем больше значение ячейки, тем, соответственно, этот участок мы считаем, что он плотнее. И вся эта история с фильтрацией позволяет вам отбросить, точнее рассматривать какой-то интересующий вас интервал значений без какой-то лишней информации. Что еще из томографии? У врача еще есть возможность делать разного рода сечения в разных плоскостях. И мы тоже как-нибудь делаем. Мы можем сесть данные по времени, вот вы видите. И также у нас есть разный набор объектов карты, маркеры, полигоны, линии, которыми также можно отрезать эти самые данные. Для того, чтобы увидеть тренды, а не просто какую-то тетрадку в клеточку, которая показывает значение в этих самых ячейках, у нас, конечно, есть режим интерполяции, который ни для кого, наверное, не нов. И это, ну да, собственно, позволяет нам уйти от проблемы, когда у нас, например, слишком гранулярные данные, когда у нас очень мелкая сетка, и мы можем, в частности, с помощью определенных эффектов, которые у нас есть, увеличивать действия вот этой интерполяции и из вот этих гранулярных данных, у которых непонятно совершенно ничего, иметь возможность увидеть какой-то тренд. В нашей хронотуре, в общем, можно работать одновременно с несколькими информационными слоями, то есть можно загрузить какие-нибудь ваши покупки, которые я приводила, например, ваши звонки, ваши посты в социальных сетях, пересекать их, сравнивать, фильтровать. Мы, вот как я говорила, имеем некоторый набор объектов карты, с помощью которых можно эти данные тоже как-то особенно обрезать. И также у нас есть инструмент, который позволяет увидеть цифры, то есть не просто визуально получить оценку и визуальную репрезентацию тех или иных трендов, но еще и получить значение, которые за этими трендами находятся. Мне кажется, очень важно, что приложение, которое мы сделали, оно на самом деле очень легкое в использовании. Ну, относительно, конечно. И наше приложение действительно позволяет данные, о которых так много все вокруг говорят, сделать, правда, доступными. Условно говоря, какое-нибудь архитектурное бюро уже может не держать у себя в штате Data Scientist, который получит какую-то тучу таблиц, из которых он должен будет что-то вообще понять, и нужно будет дальше эти данные как-то обрабатывать для того, чтобы принять решение. У нас все достаточно просто. Мы просто загружаем данные любого происхождения. Сразу видим какой-то понятный, видимый результат. Можем уже получить какие-то аналитические выделки. И, в общем, мы пытаемся сделать работу с данными более такой human-centered. И на самом деле, помимо тех государственных структур, которые я упоминала ранее, помимо архитекторов, городских планировщиков, все больше и больше появляются заинтересованных в этих самых данных и в таких продуктах в частности. Это и ритейл, и частный бизнес, и какие-нибудь компании, которые занимаются страхованием и прочим-прочим. И, в общем, по-моему, у меня все. Буду рада, если у кого-то из вас возникнут вопросы. Здесь вы можете увидеть ссылки, собственно, на само приложение, попробовать зарегистрироваться в нем и загрузить туда какие-нибудь свои данные, посмотреть, крутить. Мне кажется, это, возможно, кому-то будет интересно. И ссылка, собственно, на страничку нашей компании, где вы можете очень подробнее о нас узнать. Большое спасибо за внимание. Вопросы? Сколько стоит полная версия? У нас сейчас месячная подписка стоит 29 долларов. Но есть, прежде чем вы замолодите за первый месяц, 30-дневный и 15-дневный триал. В соответствии с тем, введете ли вы свою карту или нет. У вас есть какие-нибудь интересные, практические примеры? Да, это самый часто задаваемый вопрос. Типа, что вы делаете с помощью всей этой штуковины? Мне нравится пара примеров, потому что они классно показывают как раз значение вот этого времени, которое очень часто выпускается из внимания городских исследователей. Барселона какое-то время назад обратилась к нам с такой проблемой, проблемой. Возможно, вы об этой проблеме тоже когда-то слышали. У них есть некоторый конфликт между туристами и местными жителями. Ну, так считается, что местные жители очень довольны тем, что как минимум центр Барселоны очень перегружен туристами, и вот у них какой-то конфликт интересов. И нам необходимо было локализовать, собственно, этот конфликт в пространстве и времени. И мы взяли, по-моему, это были данные твиттера, мы разделили их на, мы взяли посты, твиты, разделили их на позитивные и негативные, и, соответственно, пересекали негативные твиты от местных с негативными твитами от туристов. И получали места, или, возможно, к какой-то немножко другому алгоритму делали это пересечение, но мы в итоге получили места, то есть конкретные места и конкретное время, в которых и в котором этот конфликт действительно существует. И мы были удивлены тому, что вот эта вот пространственно-временная вот эта аномалия, если это можно так назвать, она была не такой масштабной, как мы ожидали, и это было интересно. И вопрос, ну и что? Вот нашли, реализовали, и что дальше? А дальше, на самом деле, это решение городских властей, то есть необходимо принять какие-то шаги для того, чтобы развести эти две социальные группы и сделать так, чтобы этого конфликта интересов в лучшем случае не было, а как минимум, чтобы он был чуть менее горящим. этот конфликт. Вот. И вторая история, наверное, моя самая любимая, этот проект называется «Колокейшн». Мы взяли данные из Google Places и смотрели, смотрели, какое время, какие-нибудь типы заведения обычно работают. И идея состояла в том, чтобы найти такие формулы, по которым эти разного типа места и сервисы можно было бы вместе колокейтить. На простом примере. Улочная, скорее всего, работает, не знаю, начинает работать в 5 утра и заканчивает, ну, где-то ближе, там, к 6, к 5-6 вечера. А бар, соответственно, открывается поздно и закрывается тоже очень поздно. И получается, что для бара и для булочной пространство, которое они занимают, оно как бы недоиспользуется. Потому что полдня простаивает булочная, полдня простаивает бар. И было бы круто этому бару и этой булочной собственно шерить пространство и таким образом как бы интенсифицировать использование этого пространства. И это один пример, но ребята находили, то есть они находили как раз вот эти вот пытались выявить лучшие формулы для коллокейшн разных вот этих сервисов по типам. И, в общем, мне кажется, это вообще очень такая перспективно интересная история. Вот.